В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Хельсинки сегодня пройдет первая полноформатная встреча президентов США и России без привязки к саммитам. Власти Таиланда опубликовали первое видео со спасенными подростками после их вызволения из пещеры. В честь 70-летия со дня образования республики КНДР проведет амнистию заключенных. В Хельсинки сегодня пройдет первая полноформатная встреча президентов США и России без привязки к саммитам, сообщает Евроньюз. Впервые встретились в Гамбурге на спалях G20, после во Вьетнаме. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил американский лидер. Ожидается, что основной темой переговоров станет текущее состояние и перспективы отношений двух государств, в том числе ситуация в Сирии. Как утверждают эксперты, интересы двух стран по ней не диаметрально противоположны. Точки соприкосновения – сохранение Сирии как государства, борьба с терроризмом, проведение мирных переговоров и принятие новой конституции. Результатом политики США по сокращению регионального влияния Тегерана был их выход из ядерного соглашения с Ираном. И теперь Вашингтон добивается обнуления его экспортных нефтяных доходов. Власти Таиланда опубликовали первое видео со спасенными подростками после их вызволения из пещеры. Мальчишки находятся на карантине в больнице и, по всей видимости, чувствуют себя хорошо, улыбаются и общаются. За 17 дней подземного заключения юные футболисты потеряли в среднем по 2 килограмма веса. При этом, по словам врачей, у них нет никаких признаков стресса. Родственники благодарят тренера. В больнице 12 подростков продержат до 10 дней, а затем еще на месяц пропишут спокойный домашний режим. А в Австралии чествуют австралийских водолазов, которые принимали участие в спасательной операции. Всего в миссии в Таиланде участвовало 7 ронориальщиков и еще 10 специалистов из Австралии. Они провели в пещере 75 часов и за это время переместили 20 тонн снаряжения. Просто невообразимо, на что способен человек. Необычные люди совершают необычные поступки. И когда есть общая цель, особенно когда нужно спасать людей, то все они приходят на помощь, отодвигая в сторону свое эго. В честь 70-летия со дня образования республики КНДР проведет амнистию заключенных, сообщает МИР24. Торжественные мероприятия намечены на 9 сентября, информирует агентство ЦТАК. Соответствующий указ утвердил Президиум Верховного Народного Собрания парламента КНДР. Вступит в силу документ 1 августа. Сколько заключенных выйдет на свободу, не сообщается. Предыдущая амнистия в КНДР была проведена 3 года назад. Тогда поводом стало 70-летие образования Трудовой партии Кореи. В 2012 году амнистия была приурочена к столетию со дня рождения основателя и первого президента Ким Ир Сена, а также 70-летие его сына и преемника Ким Чен Ира. Напомним, что в мае амнистию объявили в Армении. Нарушители ПДД освободили от ответственности. Им разрешили не оплачивать штрафы за мелкие нарушения, совершенные в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года. Всего власти намерены были простить гражданам штрафы на сумму почти 14 миллиардов драмов. Это 28,5 миллионов долларов. Во Франции празднуют победу, передает Евроньюз. В Париже Эйфелева башня, Триумфальная арка и Бурбонский дворец окрасились в цвета флага Франции в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. А со стороны Элисейских полей на арку проецировались фотографии игроков команды. Это прекрасно. К тому же сегодня мы вспоминаем, как радовались победе в 1998 году. Мы готовы отпраздновать как следует. Да здравствует Франция, да здравствует футбол. Я очень, очень рада. Мы ждали этого 20 лет и сегодня мы победили. В Леоне та же, как и во всех городах страны, болельщики с замиранием сердца следили за матчем в Москве. Несовершеннолетние заключенные тюрьмы в австралийском штате Новый Южный Уэльс готовят собак-поводырей. Это большая ответственность. Эту собаку заберет незрячий человек, поэтому я чувствую важность того, что делаю. Ведь я обучаю собаку быть поводырем. Лабрадоры и их тренеры-подростки неразлучны пять суток в неделю. Директор тюрьмы говорит, что общение с животными помогает заключенным лучше относиться к людям. Они становятся мягче, уже иначе общаются с сотрудниками тюрьмы, между собой и, конечно, с собаками. Видно, как укрепляются их отношения с животными, и это уникальный процесс. Профессиональный тренер собак довольна своими учениками. В Новом Южном Уэльсе на очереди на получение собаки-поводыря стоят 25 инвалидов. Благодаря новой программе им придется ждать меньше. Только один из четырех человек способен тренировать собаку. Ну и такая помощь даст возможность быстрее удовлетворять спрос. На тренировку этих щенков уйдет не меньше года. Потом грустное расставание. Это будет тяжело. Не хочу расставаться с ним, но я должен. Впрочем, подростки понимают, главное в этом процессе самим измениться к лучшему. В этом году вышла из печати 112-я книга старшего пастора известной корейской церкви Манмин Джей Рока Ли, сообщает Порталом Викторе. Новая книга для библейских занятий «Иосиф. Путь к Божьему завету» знакомит детей с жизненным путем Иосифа. Детям очень важно иметь образец для подражания вере. Новая книга пастора дает детям хороший пример, которому стоит подражать. Это уже седьмая книга доктора Джей Рока Ли из серии книг, предназначенных для детских и юношеских библейских занятий, отметили в издательстве. В книге запечатлен весь жизненный путь Иосифа. Каждая глава начинается с поучительной истории и оформлена иллюстрациями, которые не могут не заинтересовать детей. Кроме того, в книгу вошли самые разнообразные материалы, в частности генеалогическое дерево Иакова, родоначальника Израиля и его сына Иосифа. В июле 2018 года в Москве вышел в свет перевод первых трех глав Евангелия от Марка на русский жестовый язык, передает Седмица. Перевод осуществлен Институтом перевода Библии в партнерстве с Центром по работе с глухими и слабослышащими Десница. В марте 2018 года проект стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2017-2018 фонда соработничества» и проводится при его поддержке. Первые результаты работы перевод начальник глав Евангелия от Марка представляются вниманию глухих и слабослышащих, для которых жестовый язык является родным и служит основным естественным каналом коммуникации. Около 200 тысяч человек в России. Перевод публикуется в видеоформате на двух сайтах на канале YouTube Института перевода Библии для последующего использования в приложении для электронных мобильных устройств и на канале Десница. Недавние исследования показали, что враждебность по отношению к религии растет во всем мире, так как второй год подряд набирают обороты различные ограничения для христиан со стороны правительств разных стран, а также участили случаи нападения на христиан, виновники которых остаются безнаказанными, пишет Седмица. Девятое ежегодное исследование Центра Пью, результаты которого были опубликованы 12 июля, показало, что в 2016 году в 198 странах мира в том или ином виде имели место гонения на христиан. Независимо от того, вводят ли правительства этих стран законы враждебные по отношению к религии или нет, гонения, совершаемые против религиозных меньшинств в этих странах, стремительно нарастают. Наиболее преследуемыми религиозными группами со стороны правительства или социальных групп были христиане и мусульмане, два крупнейших религиозных направления в мире. В 2016 году христиане столкнулись с общей социальной враждебностью и государственными ограничениями в 144 странах, мусульмане в 142 странах. С 20 июля начнет действовать новая форма уведомлений о начале деятельности религиозной группы. Теперь Минюз обязывает указывать персональные данные подающего уведомления, сообщает Благосинфо. В уведомлении о начале деятельности религиозной группы Минюз обязал указывать персональные данные подающего. Новая форма такого уведомления дополнена сведениями о лице, представляющем его, и включает расписку о получении уведомления. Изменения направлены на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале деятельности религиозной группы, говорится в сообщении на сайте Министерства. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!